В этом уроке добавим ржавчину и следы от подтекания технических жидкостей на текстуру робота. Итак, базовая синяя диффузная текстура в той или иной степени уже доработана. И кстати, на этой текстуре уже изначально, как вы помните и как вы видите, были следы некой изношенности. Ну вот они здесь внизу, некой изношенности, некой старости. Но этих следов недостаточно для того, чтобы создать нужное впечатление, к которому я стремлюсь. Я хочу сделать еще более изношенным этого робота, еще более старым. Поэтому активирую режим выделения, в режиме умного выделения выделю вот эту часть. Для начала хотелось бы добавить следы от подтекания. Подтекать может как некое масло внутри робота, так и допустим, он ходил там под дождем. Ну это же старый робот, мало ли что там случалось. И работать начнем вот с этой области. Здесь как раз рука присоединяется к туру, здесь может и масло подтекать, и все что угодно. Работать, накладывать текстуру я буду с помощью изображений, которые вы видите справа. Вот они. Такое хорошее изображение. Видны здесь вертикальные следы и хорошая такая ржавчина. И похожее изображение, но немножко чтобы разнообразить вот это, самое нижнее. К сожалению у вас этих изображений не будет, но я в текстовом файле дал ссылки, где вы их можете скачать. Так что воспользуйтесь ссылками и скачайте эти изображения. Вот это тоже неплохое изображение, много ржавчины, такой достаточно разноцветной. Вот это. Итак, давайте начнем. Возьмем вот это изображение, перетянем во Viewport. С помощью Ctrl-Shift отмасштабирую изображение, подгоню его под модель. Кстати, как только мы перетащили изображение на Viewport, автоматически включилось проекционное рисование. То, что как раз нам и нужно. Я продолжаю подгонять изображение, потому что нужно, чтобы оно было как бы в контексте модели. Я создам новый слой в панели слоев. Назову его Rust. Rust это ржавчина. И вызову кисть. Выберу, наверное, кисть по умолчанию. С помощью клавиши Key скрою вот это всплывающее меню с кистями. И можно начинать рисовать. Рисовать кисти можно менять в процессе рисования, смотря как удобнее. Вот мне кажется, сейчас лучше поставить жесткую кисть, да и нанести полностью всю эту текстуру. Полностью всю текстуру, я сейчас ее полностью всю нанесу. Возможно, ее полностью мы использовать не будем, но будет использована большая ее часть. Так что пока что я нанесу ее почти всю. А там, где надо, можно подтереть или сделать ее немножко попрозрачнее. Ну, что-то придумать. Пока что пускай вот так. Вся она почти что. Пускай будет здесь. Отлично. Теперь надо бы подработать наносимое изображение. Переключусь в режим обычного рисования, кнопка P. И все еще изображение у нас находится в буфере. То есть я его не нанес на модель. Я могу двигать модель, а изображение остается на месте. Это очень полезно, так как еще я не хочу его наносить на модель. Нужно его немного подработать. Один из способов подработки это так называемый Spline Warp. Как он работает? В начале нужно выделить область. Ту область изображения, которая будет изменяться. Но вот я немножко не точно выделил. Сейчас я поточнее хочу. Все это изображение, а вот не получается. Потому что уже активирован этот Spline Warp. Я переключусь в другой инструмент. А потом опять активирую Spline Warp. Очистить вот этот Spline Warp, если неправильно нанесен, можно с помощью кнопки Clear. Или переключившись в другой инструмент. Вот теперь нормально. Spline Warp создает сетку, которая привязывается к изображению в буфере, к изображению, которое будет наноситься на модель. И вот эта сетка привязалась к изображению. И когда мы меняем сетку после привязки, она, изображение стремится изменяться вслед за сеткой. Как мы меняем сетку, так и стремится меняться изображение. Вот здесь есть ряд контрольных точек. Мы их растягиваем. Изображение, так как оно привязано к сетке, стремится повторить эти искажения, изменения. Но можно в процессе двигать модель. Мы же еще не запекли изображение. Давайте еще одну Spline Warp, еще один зададим. Вот новая сетка. Теперь к этой новой сетке привязано изображение. Можно количество контрольных точек менять. Стрелкой вверх мы увеличиваем количество контрольных точек. Стрелкой вниз уменьшаем. Я не люблю работать с большим количеством контрольных точек. Это неудобно. Но иногда ситуация складывается так, что просто не обойтись без дополнительного количества некого контрольных точек. Поэтому вот как в данном случае очень трудно выровнять имеющимися. Я увеличил количество контрольных точек и выровнял ржавчину практически точно по вот этому кольцу. Надо бы немножко поправить снизу, а то стала расклиниваться текстура вот таким вот образом. Выглядит неплохо. Можно увеличить еще количество контрольных точек и подогнать поточнее. Ну, как вы понимаете, подгонять можно очень долго, очень точно. Но для цели демонстрации, я думаю, этого достаточно. И настало время для ластика. Английское E на клавиатуре вызывает ластик. Я вызову обычную кисть Default Brush, кисть по умолчанию. И начну... Как вы видите, что еще текстура, еще картинка не запечена. Модель можно двигать. Я начну с краев вот так стирать. На самом деле кисть-то по краям полупрозрачная. То есть я не только стираю, а как бы смешиваю края. Получается, что одна текстура плавно будет переходить в другую. А особенности типа швов я постараюсь эти особенности либо почти полностью стереть, либо как-то ослабить. Но вот эту ржавую полосу я оставлю. Возможно, потом вот эту текстуру мы расположим ниже правочного слова HSV. Я сейчас выключил шейдинг, чтобы лучше была видна именно цветовая информация. И внутри тоже начну стирать. Все делается с целью, чтобы нанесенная картинка как бы имплантировалась в существующую текстуру. И было незаметно, что она другая текстура. Что вот это как будто бы изначально принадлежала эта текстура, чтобы картина была цельная. И поэтому я аккуратненько стираю здесь, там. Добиваясь такого вида естественного. Как будто одна текстура переходит непрерывно во вторую. И как будто это вообще одна текстура. Немножко может вызвать беспокойство, что у подтеков такой ореол существует. Но тут можно относиться по-разному. Может быть это так и должно быть. А можно выбрать еще помягче кисть. Продолжить работать, продолжить. И эта кисть помягче она немножко стирает. Мы же ластиком работаем. Немножко стирает и организовывается такой плавный переход. Переключимся в полный шейдинг. Я включу обычную опять кисть. И доработаю вот здесь. Ржавчину, где она смотрится неестественно, я уберу. Вроде все отлично. Можно запекать. Мы находимся в слое Rust. Запекаю я изображение. То есть тоже в слое Rust. Мари работает. Окей. Но вы наверное заметили, что ржавчина покрывает только нижнюю часть кольца. Это во-первых. А во-вторых, что она покрывает полностью. Это как-то неестественно. Тут хромированное кольцо. Ржавчина. Ну, это неестественно, что ржавчина покрывает полностью. Поэтому можно выбрать кисть. Hard Surface кисть. И режим Clear. Это будет организовывать такие царапины. Такая кисть. Вот мы наносим. И она стирает ржавчину. Под ней, естественно, там существует же слой под ней хрома. Хром проявляется. Вот такой эффект. Как будто рука двигается. Все равно она ржавчину эту сбивает. И поэтому ржавчина неравномерна. Вот это моя любимая кисть органическая. Ей тоже можно поработать. Она будет стирать ржавчину более сильно, чем кисть с царапинами. Но это тоже допустимо. Потому что где-то ржавчина сбита сильно. Где-то чуть-чуть. Где-то процарапана. Где-то везде по-разному. Мы добиваемся естественного эффекта B. Бейк. Запекаем. Итак, половинку. Ну, примерно половинку кольца мы доделали. А вот остальную половинку мы сделаем немножко по-другому. Я вот эту картинку поверну с контролом. Ctrl-Shift отмасштабирую. Shift-Minus уменьшу ее прозрачность, чтобы не мешало, чтобы было видно, что там под этой картинкой. Кисть уменьшу и буду наносить в режиме Normal. Кисть я выберу свою любимую, органическую кисть вот эту. И буду наносить. Эта органическая кисть очень хороша. Она сама по себе вносит шум. И когда мы пользуемся еще и шумными такими грязными текстурами, получается отлично. Видите, сейчас я не стал накладывать текстуру. Потом с помощью Spline Warp искривлять ее под кольцо. Я просто поворачиваю картинку и наношу с помощью кисти. Проецирую изображение B-Bake. Так как текстура сама по себе, картинка, которую мы используем, она сама по себе такая неоднородная, непонятная. То ее можно вот так использовать. Заметно не будет, что как будто бы одну и ту же картинку вот так вот поворачивали и наносили. Тем более кисть помогает. Кисть тоже с шумом и с некими эффектами такими естественными. Наносится тоже не сплошным образом. Кое-где хром остается. В общем, вот такой стиль. Иногда я включаю ластик Е, стираю то, что не нужно. Запекаю, потом поворачиваю. Рисую заново, запекаю. Кое-где дорабатываю ластиком. В общем, обычный рутинный стиль. Получается неплохо. Я, наверное, доработаю все до конца между уроками. Показал я вам основную идею. И доработать надо будет не только это место. Кстати, обратите внимание, с другой стороны он тоже нанеслось. Наверное, мы работали в режиме... Да, мы точно работали в режиме сквозного рисования. Поэтому нанеслось нахвость. Но я это исправлю. С другой стороны я уберу. Не надо, чтобы это было зеркальным отражением. Это не совсем красиво. А сейчас... Ну, давайте включим поверхностное проецирование. Я быстро покажу вам один приемчик, один инструмент. Вот еще одно отверстие. И допустим, мы хотим его обрисовать так же, как мы обрисовали первое. Я выбираю обычную круглую жесткую кисть. Начинаю проецировать текстуру с помощью этой жесткой кисти. Мы уже использовали Spline Warper. И есть еще такой инструмент Slurp. Вот каким инструментом пользоваться? Эффект очень похожий. Каким инструментом пользоваться? Это на ваш выбор. Мне больше нравится Spline Warp, но Slurp тоже вполне неплох. Что он делает? Мы вот, допустим, увеличим размер кисти. И мы можем как бы тянуть изображение. Тянуть в нужную сторону. Тоже очень удобная вещь. И иногда имеет смысл вот этот инструмент Slurp использовать вместе со Spline Warp. Это наиболее мощная комбинация. Хотя и не всегда прям вот она необходима. Иногда, даже не иногда, в большинстве случаев достаточно одного из инструментов. Но вот вы видите, как Slurp замечательно работает. Несколько мазков и текстурка, картинка подогнана под нужное отверстие. Итак, я доделаю все остальные отверстия между уроками. Вы тоже можете поработать. А в следующих уроках мы будем работать над панелями. Продолжение следует...